Мы возьмем пример из предыдущего урока, помните, где мы в линию размещали linear layout и по горизонтали, и по вертикали. Начнем с примера по горизонтали. Итак, смотрите, мы имеем макет. Основной макет, основная прослойка это constraint layout. Помните, и включен туда linear layout, который, собственно, и символизировал выстроение виджетов в одну строку. А что, если нам необходимо располагать контент не в одну строчку, а сразу в несколько, в три строчки. Смотрите, для этого мы сразу после главной прослойки. Смотрите, вместо constraint layout, вот сюда ставим курсор, где он у главный, и вводим linear, то есть поменяем constraint на linear. У нас выходит подсказка, вот, выбираем имена linear layout complete, выбираем. Здесь, значит, нам нужно, вот, сейчас остальное все вот этот излишки удалить. И match parent, match parent, все отлично. И смотрите, у нас получается, выстрая вот этот linear layout complete, нам нужно для него задать ориентацию. Мы будем размещать сверху вниз, поэтому мы делаем, вставляем атрибут android.orientations.vertecal. Вот так. И теперь в ряд нам нужно выстроить несколько, короче, строчек сделать, да. Для этого нам нужно внутри вот этого linear layout complete, вот, он здесь начинается, и вот он где заканчивается. Вот внутри него нужно расположить несколько строчек. Одна строчка у нас есть, давайте еще две добавим. Отступ на один уровень права будет символизировать, что вы вводите, создаете виджеты внутри той прослойки, которая совмещена чуть-чуть левее, на одну табуляцию влево. То проходил мои курсы по созданию сайтов, помните, мы в меню такое, что-то подобное делали, когда мы создавали навигационное меню, и для дополнителей, и для вложенных категорий, там, когда были категории товара, и дочерние вложенные категории символизировались, создавались в том случае, они отображались в виде смещения немножко вправо. То тут та же самая история, то есть, если относительно какой-то прослойки, какие-то виджеты или другие прослойки смещены на один уровень права, то это значит, что они вложены в ту прослойку, которая смещена чуть-чуть левее. В общем, за такими смещениями следите, и самое главное, чтобы вы вкладывали дочерние элементы в родительские между открывающимся, вот он, открывающийся тег, и закрывающимся тегом, вот здесь. В общем, давайте, внутри мы составим линейный макет LinearLayoutCompate, он у нас будет, значит, так как мы его указываем внутри вертикального элемента, внутри вертикального LinearLayout, значит, то есть, главный LinearLayout будет размещать наши элементы сверху вниз, то есть, мы будем определять его веса по высоте, то есть, по вертикали. Поэтому высота у нас будет Match Parent, ну и, в принципе, ширина будет Match Parent. Match Parent, и здесь Match Parent. Давайте поставим, закроем тег, и видите, и закрывающийся тег тоже внизу. Чуть-чуть сместим вниз, и давайте скопируем следующий, следующий, следующую прослойку также. Отлично. Теперь у нас получилось, смотрите, раз внутренний элемент, два внутренний элемента и три внутренний элемента. Значит, для первого дочерней прослойки в линию нам нужно указать ориентацию Android Orientations, теперь уже горизонтал, так как он будет размещать виджеты в линию. И нам нужно указать вес. Давайте, ну, сделаем поровну. Короче говоря, вводим, вот он, атрибут вес, Layout Wage, и поставим единицу. Теперь все эти атрибуты, атрибуты копируем и во второй. И точно такие же атрибуты давайте в третий компоновщик. И внутри каждой, и смотрите, у нас в третьем уже есть как вставленные виджеты, теперь давайте эти виджеты также ставим и в остальные два компоновщика. Вставляем. И вот как смотрите, видите, у нас вы выровнялись в ряд. Ну, как-то они, они просто, видите, растянулись по экрану на максимальную, как бы, высоту. Теперь давайте скопируем один из этих лайнеров компоновщиков дочерних, да. И давайте еще поставляем, чтобы они сузились. Дальше вставляем. У нас главная секция, Liner Layout, то есть выстраивание в линию. Мы указали выстраивание по вертикали, и внутри дочерний элемент, у нее другие Liner Layout, то есть строчки, раз, два, три, четыре, пять строчек, которые имеют, соответственно, горизонтальное направление, внутри которых уже расположены виджеты, и у которых, которые, по умолчанию, которые мы разместили по ширине, по горизонтали. Liner Layout главный. Вот этот раз дочерний, два дочерний, три дочерний, четыре дочерний, пять дочерний. А внутри каждого дочернего из Liner Layout'а есть виджеты, раз, и которые мы также по горизонтали. Это по вертикали, это по горизонтали. Но самое интересное в том, что Liner Layout может содержать не только Liner Layout, он может содержать и Constraint Layout, а Constraint Layout, в свою очередь, может содержать Liner Layout. Можно их назвать такими друзьями, которые друг друга дополняют, и очень часто используются в компоновке вместе с друг другом. Давайте здесь снова вверх главный сделаем Constraint Layout, и, естественно, так как Constraint Layout, ориентацию мы убираем, и получается, и вот тут ориентацию каждого дочернего Liner Layout'а нужно также ориентацию убрать, потому что главный вид же, главный компоновщик уже не Liner Layout. Отлично. Но теперь, так как мы разместили это еще в Constraint Layout'е, нам нужно, во-первых, у каждого из Liner Layout'ов по высоте. И в прошлый раз мы по высоте делали Match Parent, потому что главный компоновщик был Liner Layout, и он от нас требовал указать высоту Match Parent, потому что мы выравнивали все это по вертикали, и для задания веса, для задания атрибута веса, который управляет пространством, которое каждый дочерний Liner Layout занимает, мы были вынуждены указать Match Parent, то есть на всю ширину, на всю высоту, для того, чтобы задать пространство. Теперь у нас главный виджет, главный компоновщик – это Constraint Layout, поэтому высоту во всех этих Liner Layout'ов, которые символизируют строчки, нам нужно задать, допустим, в Wrap Content. Но это не все. Видите, везде ошибки выделились, потому что, как вы помните, в Constraint Layout'е нужно задать нам местоположение. Так как ширина на весь экран, у каждого Liner Layout'а, этого дочернего, то выравнивание по горизонтали не нужно указывать, нам нужно указать только выравнивание по вертикали. Для этого мы вводим атрибут App, указываем Layout Constraint Top, у первого указываем Top, Top, Top и указываем значение Parent. То есть мы говорим, что первый наш вот этот Liner Layout нужно отображать по следующему правилу. Верхняя граница Liner Layout'а примыкает к верхней границе родителя, то есть Constraint Layout'а, то есть его экрана. Вот что и произошло. Видите, вверх он отобразился. Теперь следующий Liner Layout. А, и давайте у этого Liner Layout'а введем индивидуальный идентификатор. Об этом мы еще будем и говорить. Он нам нужен для того, чтобы как бы отличить этот Liner Layout от всех других. И назовем его Sector 1. Давайте скопируем. И вот следующий Liner Layout'а мы также говорим, что отображать, то есть также атрибут выравнивания мы говорим. следующее, значит, пока поставлю топ-то-топ. Мы говорим, отображать верхнюю границу этого второго дочернего Liner Layout'а по отношению не к верхней, а к нижней границе первого верхнего Liner Layout'а. И для того, чтобы указать позиционирование относительно него, мы вставляем его индивидуальный идентификатор. Нам нужно просто ввести его индивидуальный идентификатор Sector. Видите, я начал вводить Sector 1, и он сразу вышла подсказка собака ID slash Sector 1. Вставляем. И видите, появился следующий у нас Liner Layout. Теперь то же самое давайте проделаем. Также здесь ID-шник нужно второму задать, для того, чтобы мы могли установить позиционирование относительно него второго Liner Layout'а. И назовем Sector 2. И теперь давайте в третьем Liner Layout'е мы скажем, что нам нужно располагать его верхнюю границу относительно нижней границы Sector 2. То есть второй строчки. Пожалуйста. И давайте также здесь ID-шник у третьего зададим, чтобы у четвертый смог позиционироваться по отношению к нему. Sector 3. А, еще я вам хочу рассказать, ну это, наверное, позже будем рассказывать, что в Android используется горбатый формат задания названий. Посмотрите, у ID-шника Sector 3, то есть Sector 3, да, как бы название ID-шника состоит из двух слов. Мы должны указывать, короче говоря, слова эти, если название состоит из нескольких слов, слов в виде горбатого дизайна, горбатого формата. Сначала идет одно слово, а второе слово в названии начинается с главной буквы, с большой буквы. То есть первое с маленькой, слово второе с большой, если третье слово, то еще раз с большой. То есть получается, как у верблюда, такие горбы, поэтому называется горбатый формат. И теперь давайте у четвертого для NER-лайоута, да, позиционирование сделаем. Также относительно верхний, относительно нижнего края сектора Free. Вот получился, и у нас, по-моему, пятая ста. И здесь мой ID-шник должны ему задать. Давайте спускаемся к последнему, и уже у него не нужно ID-шник задавать, потому что ниже него ничего не будет. И смотрите, тут мы можем задать либо располагать нижнюю границу относительно нижнего, от нижней границы родителя. И видите, он вниз уедет. Но мы расположим верхнюю границу этого виджета относительно нижнего края. Мы неправильно название задали. Сейчас. Это у нас четвертый, да? И вот здесь название, да? Относительно четвертого сектора. И все, смотрите, выравнивает, да? Вот так и можно использовать, как бы, вы видите все, все. И так, ну, необходимо, так и правильно использовать все вот эти вот компоновки. То есть вы можете внутри constraint layout положить linear layout, сколько угодно. Внутри linear layout можете использовать constraint layout. И вот можете комбинировать. бывают случаи, когда внутри constraint layout вы кладете constraint layout. Например, у вас есть constraint layout, и вам необходимо сделать такие карточки товара, мини-презентацию. Вы, допустим, делаете приложение магазин, и вам необходимо расположить, делать такие карточки товара, у которого будет изображение, там будет корзина, цена, и все это хаотично, не в линию будет. И тогда вы выберете компоновщик constraint layout, сейчас немного забегу, даже немного, а намного вперед забегу по обучению. И вот эту карточку товара создается с помощью виджета из материального дизайна Material Cart, который оформляется в виде, как бы, имеет такой выпуклый дизайн, и она такой, имеет специальный вид карточки, да, и внутрь этой карточки вы не можете просто так положить элементы, потому что они просто у вас, вот эти элементы, сцена, корзина, изображение, они у вас по оболчанию все станут в левый верхний угол. И вот для правильной компоновки вы должны туда положить компоновщик, в данном случае целесообразно использовать компоновщик constraint layout, и внутри вот этой материальной карты вы кладете constraint layout, то есть получается следующая иерархия, шаблонный компоновщик constraint layout, дальше идут материальные карты, и внутри каждой из материальных карт идет также constraint layout, а внутри уже этого constraint layout уже будут различные виджеты. Ну то есть это все приходит с опытом, и вот вы просто должны понимать, что есть такая иерархия, когда вы можете в один компоновщик ложить другой. Главное соблюдать иерархию. То есть открыли компоновщик родителя, внутрь положили все, что нужно, положили другой компоновщик, внутрь него, внутрь этого компоновщика положили все виджеты, закрыли первый дочерний компоновщик, и потом закрыли главный компоновщик. Главное соблюдать вот эти места открытия и закрытия всех этих компоновщиков. В следующем уроке я вам расскажу о некоторых нововведениях, которых недавно узнал, и о том, почему стоит использовать последнюю версию Android Studio, и расскажу от всех базовых библиотек, которые нужно использовать в связке между собой, для того, чтобы ваше приложение тестовое запускалось, а не вылетало у вас, у вас не выходила ошибка. Я целый день на это потратил. В принципе, я там изучал еще и модули. Я вам расскажу еще некоторые штуки, которые недавно буквально узнал. Субтитры сделал DimaTorzok